друзья мы приветствуем вас вы слушаете программу семья это актуально и с вами ведущей сегодня ольга нищенко и лидия ботанова лидочка как у тебя сегодня настроение привет привет олечка настроение как погода солнечная вот я очень рада тому что солнышко что дождь закончился поэтому все хорошо хороший сезон хороший период идем вперед ожидаем того что сирень скоро расцветет да 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 это тоже радует друзья мы живем в южной каролине и у нас тепло лидочка сегодня у нас тема кто-то человек да мы ведем эту программу семья так уже наверное лидочка около года правильно надо будет посмотреть дату и нам отпраздновать хороший повод хороший повод и на ютюб-канале органищенко служение открытой сердце есть все наши прошлые эфиры так что друзья слушайте и делитесь ими с вашими родными друзьями в мире много счастья и радости любви но есть также и много горя слез и злобы и мы делимся полезной информации основанной на слове божьем и на нашем жизненном опыте и мы надеемся что это поможет многим семьям жить лучше и чувствовать больше радости в жизни я пополняем интернет пространство хорошей информации и рекламируем нашего всемогущего бога творца неба и земли и всего живущего во всех человеков и в том числе меня и и так друзья тема у нас сегодня кто ты человек тебе слово кто ты человек это очень-очень классный вопрос на который не ответив на который мы обрекаем себя на многие проблемы в нашей жизни поэтому я думаю это все человечество оно живет и постоянно задается этим вопросом кто я почему я живу откуда я пришел куда иду какой смысл жизни и тем более конечно в контексте семьи контексте создания семьи очень важно знать кто ты как женщина кто ты как потенциальная мама кто ты как подруга своего мужа кто ты как его партнер сотрудник любовник и и так далее то есть здесь все сферы важно важны и поэтому если я не знаю кто я тогда я обрекаю себя на просто серьезные проблемы для меня это очень связано с тем что например вот я взрослый человек да мне уже есть там 18 лет например и мне подарили машину я его ездить на машине это круто мне дали ключи от машины я сел на машину и поехал не знаю правил не знаю с какой скоростью можно ехать на машине где и чего не знаю ничего и и что получается я попаду в аварию в ближайшее время либо я заеду не туда заблужусь то есть если я не буду знать правил как ездить на машине правил дорожного движения все что с этим связано в каждой стране они разные я попаду в проблему если я решил что я вступаю в брак и я не знаю я не определился до вступления брак кто я что я каково мое призвание какое мое желание какие у меня мечты если об этом не говорила с моим будущим супругой или с супругой то я обрекаю себя на непростую жизнь и вот поэтому мы слышим что просторы интернета бороздят разные истории страшные которые рассказывают нам о неудачных браках гораздо больше рассказывают о неудачных чем об удачных почему потому что люди либо не ищут ответов либо ищут их неправильном месте или не знают как адресовать ситуацию поэтому мне очень жалко когда негативная информация распространяется и о церквях группировках религиозных которые не обращают внимание на проблемы которые происходят в семьях неправильных адресуют и поэтому когда человек не знает как решать проблемы как выходить из них он не подготовлен к этому написано что без знания погибли приходит понимаете да без видения гибнут просто люди до обеззнания приходит разрушение то есть если я что-то знаю если я практикую это знание тогда я буду процветать процветание может быть социальное физическое физиологическое духовное финансовое и всякое разное социальное то есть бог принес нам жизнь в изобилии но если мы не знаем какая это жизнь тогда мы можем называться верующими и жить очень тяжелую непростую жизнь вот это не значит что все теперь будут миллионерами или все у всех будет определенный формат жизни но по крайней мере ты будешь знать какая у тебя жизнь какую ты хочешь жизни чтобы хочет для тебя и конечно это очень очень сильно поможет человеку определиться и понять конечно же нет безвыходных ситуации даже если люди поженились приняли решение создать семью и они вступив в брак они находят что возникают проблемы которые им сложно решить вокруг есть много хороших людей которые могут им помочь вопрос теперь в том знают ли это люди что они не сами по себе они должны быть частью общества они должны быть частью людей должны уважать своих тестью тещу своему свекровь своего свекра если нет здесь уважения тогда ты не сможешь своего супруга уважать через короткое время вот и таким образом будут просто больше проблем но если люди хотят мы сейчас живем в такое время только не ленись столько много классной хорошей информации и вот мы и центр открытое сердце мы хотим быть этим голосом который доносит до людей хорошую информацию полезную созидательную полную надежды полное ободрение утешение и конечно очень много практических вещей потому что мы уже прошли через какие-то вещи мы уже поднялись дальше и вот как бы у нас есть уже позитивный опыт и мы уже знаем какие битвы вести какие не вести поэтому я думаю что наши передачи очень полезная девочка спасибо я сижу и наслаждаюсь твоим глазком твоей улыбкой соскучилась и верю что не только я но многие другие наслаждаются нас смотрят на инстаграм нам нас смотрят на фейсбук друзья всем передаем привет большой и приглашаю пишите ваши комментарии вопросы я хочу немножечко затронуть то что я получила я получила запрос на прошлой неделе и почему мы немножечко решили даже затронуть эту тему сегодня многие из вас знают друзья что служение открытое сердце официально как бы именно служение открытое сердце зарегистрировано мной ольга нищенко существует уже почти четыре года хоть я знаю есть очень много других министре которые тоже называют открытое сердце open heart министре и за это время мы провели очень много и женских конференций поездок по церквям ну особенно видеозаписи прямых эфиров радио эфиров и нас люди слышали как мужчин обычно ну как бы много записывали свидетельства и мужчины но именно такие темы затрагиваем мы женщины и мы затрагивали многие темы и насчет насилия разводы душевное исцеление вдовы а сироты персональное развитие но любую тему какую мы проживаем мы ее и затрагивали и многие из нас услышали печальную новость на прошлой неделе что опять же никто не знает и правда то что мы прочитали услышали а то что муж очень сильно избивал жену и дошло до того что у него было кровоизлияние в мозге она умерла она терпела терпела умерла оставила троих деток и мне позвонили и говорят оля вы не можете молчать вы должны поговорить на эту тему а я так думаю ну во первых никому ничего не должна ну во вторых поговорим как сможем но все-таки хочется чтобы больше на эти темы говорили в церквях и не только в церквях школах колледжах везде и повсюду а потому что самый большой месседж который мы хотим я лично хочу сегодня передать это то что ты свободный человек бог даже никого не заставляет в него верить он говорит я тебе дал небо человек измери благословение или проклятие а бог сотворил человека по образу и подобию своему он вдохнул нас дыхание жизни он наделилась мудростью чувствами пониманием и когда люди вступают в брак как мы с лидой уже полгода или программу семья так актуально это раздел у нас был подготовка себя к взрослой совместной жизни зачем вообще выходить замуж жениться сегодня мы больше уже говорим подготовка к реальному браку да к реальной свадьбе и кто-то человек как ты лида сказала если ты не знаешь кто ты будет очень тяжело в жизни и мне всегда хочется просто кричать можно сказать женщина знай себе цену мы как женщина мы говорим больше к женщинам да но это также относится к мужчинам женщина знай себе цену а если ты не знаешь себе цену если с первого дня мне это кажется если мужчина почувствовал что ты не знаешь себе цену ты не можешь за себя подстоять постоять ты просто станешь половой тряпкой правильно жертвой обстоятельств жертвой ситуации жертвой обстоятельств жертвой да поэтому мы с лидой сегодня здесь еще еще раз хотим друзья напомнить что кто ты человек ты ты дочь царя цари ты искуплена кровью драгоценная иисуса христа ты чужина божья ты драгоценна и богу не хочется чтобы нас кто-то обижал мы не в рабстве мы свободные люди и что богу хочется что нам хочется чтобы мы развивались мы открывали свои таланты а чтобы мы все больше больше открывая свое сердце свои таланты и чтобы через наше лицо через наши дела и слова видим был сам бог сам творим небо и земли а поэтому хочется тоже передать всем кому сегодня особенно трудно и я не говорю за какое-то горе я именно говорю за то чтобы быть свободным и не жить в рабстве мужа в рабстве жены в рабстве свекрови просто хочется напомнить что вы свободный человек друзья если вам плохо выходите из той ситуации в какой вы находитесь я бы так посоветовала что ты добавишь питочка я когда услышала мне одна из клиенток пришла и рассказала об этой ситуации я это не видела я не всегда может быть выхожу регулярно на простор интернета там поэтому я не знала об этом конечно за очень печальная ситуация но мне сразу начало думать окей а что слово об этом говорит да о подобных ситуациях и что что приходит ко мне на память что мы вышли какое-то время назад из очень религиозной среды почему потому что мы искали бога это была активная позиция если человек мужчина или женщина искренне активно ищет бога и он живет в ситуации насилия жестокости унижения манипуляции никакой нормальный человек не останется в этой ситуации но из-за того что религиозная среда она очень жестокая среда и там очень много страха там очень много цепей нет свободы поэтому многие женщины они заложники ситуации они заложники неправильной среды в которой сфорок формируются и утверждаются практикуются неправильные вещи это это хуже чем в неверующей среде почему потому что люди познали бога как спасителя люди обещают жить по божьим законам а живут прямо противоположно то есть в слове божьем никогда не продвигается идея насилия жестокости манипуляции там говорится о любви о служении о прощении когда мы слышим вот такие не уже не раз об этой о таких историях о чем мне это говорит о том что там естественно так до сих пор нет нормального здорового учения там нет правильной позиции там очень жестко жестокое бесчеловечное отношение к женщин к женщинам я не говорю что женщины во всем всегда правы я об этом не говорю я знаю я сама семейный человек я знаю что это сто процентов мужчина и женщина должны изменяться и в процессе семейной жизни но там где есть насилие там где жестокость это нужно самому человеку принимать решение например мне сейчас дом будет заползать змея к примеру да я знаю сейчас будет ранить моих детей там меня она может укусить что я буду делать я буду с этим бороться я либо выбегу из дома позову на помощь и если там куча змей заползла ко мне каким-то образом либо если это одна какая-то змея я смела я возьму и убью да вот но я буду принимать активные не неординарные меры я не буду продолжать сидеть на стульчике ой да это плохо что змея пришла и может быть она взяла там и меня еще чуть-чуть дочку там щипнула но ничего нормальная в следующий раз опять щипнула укусила ну сильнее пухло ногу отрезали ничего выжить можно не вот эта ситуация представляет очень часто вот эту религиозную среду которой женщины они согласились ситуации и они просто живут в этой среде насилия жестокости если они обращаются за помощью они обращаются за помощью не к тем людям они идут к лидерам которые сами создают эти ситуации своим неправильным отношением к служению они идут за помощью к родственникам мужа которые его поддерживают которую точно также хотят заткнуть женщину и сказать молчи и они это называют смиряйся на самом деле это просто жестокость и из-за того что многодетные семьи многие женщины не имеют смелости чтобы изменить свою жизнь кардинально очень маленький процент изменяет свою жизнь кардинально что они уходят из этой среды оставляют таких жестоких супругов либо они заявляют в полицию и изолируют детей от этого влияния поэтому они становятся жертвами это естественный такой к сожалению результат вот в такой системе вот и здесь ничего не произойдет если мы сейчас будем кричать со всех углов вот это неправильно это неправильно сапог говорит что это неправильно но если сам человек не примет решение изменить эту ситуацию и не будет искать людей которые поможет помогут ему изменить ситуацию к лучшему чтобы восстановиться чтобы куда-то уехать в реп-центр где поезд где-то искать помощи они будут продолжаются вот такие ситуации будут умирать к сожалению очень большому сожалению будут оставаться несчастные дети сироты будут повторные браки и потом будет мачеха если она будет не очень такая хорошая женщина она будет этих детей унижать это просто разломанные судьбы и разломанные поколения бог этого не хочет однозначно это не смирение называется это просто называется небрежное отношение незнание кто ты есть какой у тебя бог и как нужно правильно относиться к ситуациям разным то есть если сейчас ребенок полезет и захочет попробовать кипяток в кастрюлю ты же ему не позволишь туда полезть чтобы он обжегся почему тогда ты позволяешь что тебя постоянно этим кипятком обливают зачем зачем такое делать моя мама она вырастила 13 детей и родила и слава богу у нас очень хороший папа он правда речностью уже больше двадцати лет вот но когда мы жили и мама говорила папочка у нас очень хороший он очень добрый заводливый но если бы он поднял руку на меня я бы вас всех в охапку я бы на улицу ушла жестоким человеком не стану не оставалось бы мы так удивились это мари мам как ты бы правда ушла ушла бы я удивилась вот тому какая она была внутри она знала себе цену она очень простая женщина очень скромная женщина верная богу ходит в консервативную церковь но она любит бога она любит бога она никогда не позволяет чтобы вот ее унижали или обижали поэтому она ограждает себя таких людей но вот даже пример твоей мамы это прекрасный пример того что даже сам иисус сказал любите возлюби ближнего как самого себя получается ты себя должен возлюбить и знать себе цену и только тогда ты сможешь любить других людей и знать им цену видишь в религиозной среде это продвигается очень сильно они называют это богословие страдания то есть они говорят и так учат неправильно что люди должны страдать чуть ли чтобы не искали себе страданий на собственную голову а когда библия совершенно говорится по-другому а там написано и христос говорил в мире будете иметь скорбь потому что мы живем в мире который под проклятием бога этого мира вот мирской системы это дьявол вот но умножайтесь я победил мир и как он победил этот мир он победил так что он людям дает защиту он людям дает помощь он дает им надежду он дает им радость он дает им благословение но люди понятия не имеют что кто они во христе поэтому люди не читают слова зачастую они не лично не размышляют над словом они погружены все в суету и заботы я понимаю что когда много детей это много забот но у меня также есть пример молодых мамаш у которых по 10 детей они ведут еще youtube канал они там у них каждый день по минутам расписан но она начинает с чего она встает до того как все проснулись она проводит время с богом она делает план этого дня потом она сделал и просто ты слушаешь и ты наполняешься миром и покоем почему потому что у человека внутри есть вот этот источник у нее есть крепкий стержень любви заботы о детках о ближних и во первых о себе поэтому она даже будучи мамой 10 детей сейчас она беременна 11 ребенком ты на нее смотришь ты просто восхищаешься вот ну конечно таких единицы и и что еще очень для нас должно быть показательным мы должны находить ответ в слове не том что люди тебе сказали не том что тебе какие-то братья сказали что-то ты должна сама для себя найти ответ в слове божьем потому что когда я буду предстану перед богом а у меня был опыт клинической смерти я знаю что я предстаю перед богом я с ним лично разговариваю потому как я строила с ним отношения насколько я практиковала его принципы в жизни поэтому для меня моя моя вера это мое личное отношение с богом на это не муж не может повлиять конечно же мы влияем друг на друга либо позитивно либо негативно но если я приняла решение я сказала сегодня у меня в три часа будет встреча с олей почему потому что я знаю что мне хочется эту встречу провести для собственного ободрения для собственного укрепления правильных вещах и для того чтобы быть благословением для других людей которые в этом же ключе идут если люди сейчас не хотят нас услышать мы сейчас будем читать библию подряд и своего слова не ставим это их это их не впечатлить почему потому что они хотят чтобы что-то извне повлияло на моего мужа чтобы что-то со стороны изменила ситуацию а я вот я хорошая я страдаю я жертва чтобы я осталась такой же к сожалению так так не получится как бы это не было тяжело и печально слышать да лидочка ты сказала интересную вещь я 200 процентов с тобой согласна именно когда я я читала библию много раз но когда я начала исследовать когда я начала задавать вопросы искать ответы на эти вопросы в библии сама лично и симфонию да вот именно тогда я начала познавать бога по-новому да я набралась вот это какой-то смелости какой-то борзости а потому что много боли прошла до когда болел ребенок это сказали бог тебя наказывает я не соглашалась с этим я искала 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 и знаешь когда ты читаешь библии она уже записывается от твоем сердце все на камне и потом не докажи что это не так я же вычитала библии мне не кто-то сказал я вычитала библии слове библии сегодня и мы тоже раньше были в очень консервативной церкви тоже пошли дальше пошли в другую церковь я хочу сказать что вы свободный человек вас не может удержать вы имеете право выбирать вы имеете право ездить в разные церкви вы имеете право исследовать писание вы имеете право задавать вопросы вы свободный человек радуйтесь и веселитесь что ваши имена написаны на небесах как же нам радоваться и как вести лица и особенно консервативные люди говорят веселись в духе это не понимаю я понимаю что каждый день мы должны находить самое лучшее в самой худшей ситуации и мы все переступая все проблемы мы должны радоваться друзья а если у вас настолько ситуация страшная что вам не до радости задумайтесь если вам говорят то что не принимает ваше сердце задумайтесь вот для меня авторитет муж настоящее время ты понимаешь слово более во первых во вторых муж как бы муж на жену и над мужем уже бог да библия ну а если не кто-то другой что-то будет говорить я имею полное право не согласиться я имею полное право не возразить я имею полное право искать ответы в библии я имею право уйти из насильственной ситуации я имею право перестать общаться с человеком кто не приносит боль и к примеру это может быть свекровь сестра какая-то соседка да мы должны в первую очередь заботиться о себе и охранять свой храм свое тело свою душу от боли мы должны жить в радости не боли мне кажется это самое большое что хочет для нас всевышний творец кто нас сотворил поэтому мы с лидой просто хотим сегодня быть трубами которые говорят друзья где вы находитесь и бегите к счастью бегите к радости бегите к богу беги свободе во христе вот свободе свободе и если по христе только во христе если это культ и если такая-то религия непонятная и вам там не дают дышать ищите ответа в библии и помните что бокс от вас по образу своему и он не хочет над вами кто-то издевался или навязывал свое мнение также хочу напомнить друзья что мы настолько свободны люди что бог дал нам право выбора бог дал нам возможность мечтать чувствовать хотим достигать открывать свои таланты пробовать жизни что-то новое и никого не бояться страх это первый который закрывает нам рот и который мешает нам чего-то большего в жизни достигать также есть такие отношения в семье где друг друга не поощряют не открывают не помогают достигать цели и талантов а просто-напросто отбивают руки и закрывают рот это я считаю тоже если не физическое насильно то моральное насилие конечно однозначно твоя душа хочет быть свободой и жить на сто процентов правильно видишь да в чем здесь как бы заковырка какая что бог нас сотворил подобными себе поэтому в нас вот это есть божественное начало творить созидать и из-за того что мы созданы управлять как бытие первой главе двадцать седьмом стихом написано что он их во первых благословил человека да когда бог сотворил и потом он сказал властвуй владей управляй развивай все размножай вот и но из-за того что люди как сказать заменили вот эта вещь тем что они стали консервативной среде очень часто там манипуляторы вот который я тебе так сказал ты мне подчиняйся да я просто эту фразу услышу я сразу для меня это однозначно бог со мной так не разговаривает никогда он да он никогда не обвиняет он обличает и когда бог обличает он ты всегда расплачешься ты это поймешь и ты хочешь измениться а дьявол как делает он он тебя унижает он делает тебя ничтожеством он и что ты никто ты не что и ты заткнись и закрой рот вот и и слушайся что тебе сказали это однозначно это не бог вот поэтому женщины которые не могут встать на защиту сами себе и остановить таких маньяков они становятся жертвами они сами становятся подобными таким людям потому что люди ко всему привыкают даже к насилию вот они потом к детям начинают плохо относиться кричат на детей не могут понять какие таланты у детей какие у них способности естественно здесь тоже не мама уже становится для них она становится какая-то рабыня злая вот которая уставшая которая больная и изможденная у нее нет никакого ресурса жизненного это к сожалению очень печальная ситуация друзья хочется обратиться к тем кто может быть в жизни еще не знаком с богом я слышала такую историю это рассказывала женщина не субботники и ну как знаешь как раньше притесняли прятались и сильно ну мало кому о боге говорили потому что их за самих за это сажали тюрьму и приходит один очень старенький человек мне говорит я слышал вы собираетесь к богу возьмите меня с собой совершенно неверующий человек поэтому друзья если вы не ходите в церковь если вы никогда не читали библию если вы не знакомы с богом хочу сказать что это так просто делается просто просто все что вам надо сделать это просто вот где-то быть наедине может быть даже закрыть глаза или посмотреть на небо и сказать бог я хочу чтобы ты был моей жизни иначе разговаривать с богом просто как с человеком рассказать ему свои боли спрашивать у него вопросы если есть возможность купить библию начать читать или можно онлайн бесплатно и читать да а мне лично бог очень много отвечал и через библию и через мужа и через друзей через какое-то видео бог всегда отвечает не мог работать с нами через людей тоже я говорила часто это люди это ангелы от бога люди любят нас жалеют помогают отвечают на наши вопросы друзья вы всегда можете найти какую-то церковь поблизости и вы зайдете и вы сразу же почувствуете это ваше место или нет у вас будет или же отвращение или же вы начнете плакать и сокрушаться и говорить вот здесь бог я чувствую его просто хочу сказать друзья если вы еще не знакомы с богом он рядом он с вами все что надо сделать это просто принять его сердце попросить прощения каждый день благодарите его за свежий воздух за воду за то что вы здоровы а если вы находите ситуации насилия если возможно убегать от этого потому что это никому не угодно и никому не нужно что то еще добавишь лидочка что я хочу добавить что слово божье навсегда нам дает надежду да мудрость нам доступна без всяких препятствий но если человек каждый день не практикует свое общение с богом для него эти вещи будут недоступными это все равно что ты находишься в первом классе до вот школы образовательной а потом ты хочешь сразу пойти в седьмой класс и понять как того как математика работает в седьмом классе ты не сможешь это понять поэтому мы говорим о каких-то вещах что мудрость это принципиальная вещь то размышление на словом принципиальная вещь если человек это не делает конечно у него не будет ни ясности не понимания как это работает там это просто человек который находится в агонии там нужно просто реально скорая помощь вот и а скорая помощь она всегда выводит человека из той среды где находится и предоставляет ему что-то другое поэтому люди зачастую если они реально не понимают что им нужно в этой ситуации ничто им не поможет к сожалению поэтому а через месяц все об этом забудут все на уляжется и до очередного случая к сожалению очень к сожалению большому да друзья хочу также напомнить что так как наш этот раздел это подготовка к браку и к совместной жизни хочу также напомнить что в жизни бывает все и радость и горе и богатство и потери приобретения и послушные дети и не послушные дети хорошие мужья и и строгие мужья и мужья насильники но все в жизни бывает потеря работа работа потери денег потери бизнеса да или очка если ты не против хочу прочитать мой стих он называется исцеленная душа и именно здесь я перечисляю что я проходила в жизнь и хочу друзья кто будет нас слушать особенно те кто еще готовится к свадьбе или же просто кто проходит эту жизнь хочу напомнить что жизнь сложна и жизнь сурово иногда бывает иногда она прекрасна иногда несправедливо и важно помнить насколько важно иметь собой правильного человека рядом который не бросите в трудную минуту который все-таки будет любить пожалеет когда надо накричить строго да скажет нет перестань плакать там да просто хочу прочитать это просто как пример был моей жизни в 33 года хорошо послушаем слушайся точно я знаю что значит жить и знаю что значит плакать я знаю что значит любить и знаю что значит падать я знаю как сердце болит когда ты другими не понял и знаю как трудно жить к дотянуш bitcoin вагоны и я знаю мы стоя умрем и И видела, как умирают. Я знаю, мы все придем к воротам святого рая. Я знаю, как надо жить. И знаю, как жить не надо. Я знаю, как надо любить. И знаю, любить как не надо. Я знаю, что жизнь сложна. И знаю, что очень важно, набравшись сил сполна, Все проходить отважно. Я знаю любовь людей. И знаю объятия друга. Я знаю звонки друзей. И помощь часы недуга. Я знаю, как слово бьет. И знаю, как слово лечит. Я знаю, кто такой Бог. И как религия калечит. Я знаю, где чиста душа. И знаю, где сердце плачет. Я знаю, где лукаво кричат. И знаю, где в сердце прячут. Я знаю, когда прошу, и взамен получаю камень. И знаю, когда ищу, а взамен получаю руганье. Я знаю, как сердце болит, когда небеса закрыты. И знаю, как Бог молчит. И кажется, ты им забытый. Я знаю, как Бог целит твое изнемогшее сердце. И знаю, как Он дарит открытое новое сердце. Я знаю, меняет Бог на трудностях и испытаниях. И как исцеляет Он все наши раны и страдания. Я знаю, как Бог молчит. И как нежно Он обнимает. Я знаю, где Он царит. И как это нас меняет. Познала я в жизни немало. И все это для чего? Чтобы сердце мое сострадало. И упавших любить могло. Чтобы из раненых я поднимала. Чтобы страждущим помогла. Чтобы плачущих понимала. И к живому их Богу вела. Изменил меня Бог страдания. Закалил. Многому научил. И вручил мне даст сострадания. И к личному сердцу ключей. Очень важно открыть свое сердце. Заглянуть поглубже в него. Разобраться в самом себе же. Заглянуть в себя самого. Разобраться во всей своей боли. На вопросы ответ найти. Простить всех. По своей личной воле. И душевный покой найти. Важно принять то, что случилось. Сдаться и перестать воевать. Исправить, что возможно и в силе. А невозможное отпускать. Важно помнить о том, что мы хрупки. И о том, что мы сильны. Важно помнить о том, что мы люди. И о том, что мы воины. Важно лично опознать Всевышнего. Для чего Он нас сотворил. Как Бог хочет, чтобы на земле жили мы. Какой потенциал Он нас вложил. Не должны ничего бояться мы. Не должны мы грустить и ныть. Не должны мы духовно быть нищими. Плакать, жаловаться и грустить. Во власти нашей менять настроение. Во власти нашей позитивными быть. Во власти нашей любить все творение. Своим примером весь мир целить. Важно помнить, что в сердце Бога мы. И в сердце мы добрых людей. Важно помнить, что все закончится. Просто жить надо нам веселей. Вот такой стих. Как тебе, Лидочка? Это я что-то не слышу тебя. Ой, сори. Я на мюд поставила, пока ты читала. Думаю, что какие-то лишние звуки. Да, замечательный стих, конечно. И здесь, видишь, чтобы написать даже такой стих, насколько нужно было тебе углубиться в себя. Какие вещи важны. Опыт свой просмотреть. Сделать выводы. То есть это реально серьезный труд. Поэтому... Тоже показывает, что жизнь непроста. Мы все проходим трудности. Горе – это одно. Но насилие, обман, избиение, предательство – это зло, это другое. Это зло, да. От этого надо бежать. От горя ты, может быть, никогда можешь и не убежать. Ты должен просто принять и жить. Так, как есть. От злобы, от обмана, от предательства, от всего нехорошего, друзья, бегите подальше. Если у вас есть возможность. Я знаю, у многих женщин нет возможности это сделать. Они терпят ради того, что все-таки муж приносит доход в дом и терпит. Потому что боятся, как же я дальше буду жить. Но пусть будет сложен у нас мудрости. И в начале жизни невозможно, особенно перед свадьбой, просмотреть свои пути, расспросить человека, с кем хотите жить. Потому что чувства, они, знаешь, как говорят, любовь зла, полюбишь и козла. Ой, а люди привыкают друг к другу. Но я лично разговаривала с женщинами, которые говорили, он это и это сделал до свадьбы. Например, он меня изнасиловал до свадьбы. И я боялась кому это открыть, это позор, я вышла замуж. Друзья, я считаю, что если с вами еще до свадьбы поступили несправедливо, некрасиво, ужасно, мне кажется, бегите от этого человека. Потому что он уже до свадьбы, он уже не уважает и не ценит женщину. Он не понимает, как Бог устроил вот этот принцип построения взаимоотношений. Он не знает, получается, места, которые говорят о чистоте брака. И плюс этот человек думает только о себе, о том, чтобы удовлетворить страсть свою похоть. А женщина уже до брака, она уже становится жертвой. Еще знаешь, что слышала? Именно от работников программы, где работают с женщинами, кто проходит насилие. Приходят женщины к нам, жалуются, плачут, приходят в синяках. И хочу, чтобы это услышали пастыры. Мы ни в коем случае не хотим говорить плохого. Мы просто хотим напомнить и предостеречь. Говорит, пастыри отвечают, у нас люди святые в церкви, у нас такого не происходит. Они просто пришли и говорят, можно мы проведем тренинг, можно мы расскажем, поделимся информацией. Перед вашей женщиной к нам приходят в синяках и плачут. Они даже не разрешают, даже не позволяют им провести эту информацию. Тренинг говорят, у нас люди святые, в церкви этого не происходит. Или же конкретно человек далек от этого, может, у него святая жена, и все всегда хорошо. Но хочется трубить, друзья, что вы даже свободны не ходить в ту церковь, где вам плохо. Вы свободны поменять работу. Вы свободны убегать от насильника. Я считаю, что вас избивают, как многие учат, развод это грех, да? Тебя бьют, а тебе это грех. Беги подальше, друзья дорогие, беги подальше. И побыстрее. Есть многие семьи, которые убегали от зла и находили свое счастье все-таки. Поэтому вы свободный человек, как я с Лидочкой. Мы красивые, счастливые, жизнерадостные. Находим время, чтобы поделиться опытом, Словом Божьим, сказать, какой это судьба одежды. И просто послужить нашим людям. И всех благодарим, кто слушает нас. Наши прошедшие программы вы можете прослушать на YouTube-канале Уганищенко служения «Открытое сердце». И, друзья, хочу также сказать, сильно прошу, кто может, кто считает, что то, что мы делаем, важно людям услышать, прошу поддерживать служение «Открытое сердце» финансово, как можете. Даже 5 долларов в месяц, 15, 25. Это очень сильно поможет нам хотя бы оплатить сайт, программы заплатить, женская конференция у нас на носу, тоже есть растраты, да. Многие из нас работают, многие из нас, бизнес личный, тоже отрываешься от семьи. Правильно, Лидочка? Отрываешься от работы, чтобы провести этот эфир и послужить людям. Поэтому, если вы хотите, чтобы мы дальше могли быть голосом Божьим на земле, отрубить и помогать в создании хороших семей, просим обратить внимание на то, что мы тоже женщины и мамы, отрываемся от семьи и поддержать наше служение, как можно. И ссылочку на донейшн я прикрепила на Фейсбук и также добавлю на Инстаграм и на веб-сайт openheartministry.us.org Лидочка, что мы скажем к заключению? Мы скажем, что посмотрите вокруг, вокруг весна, вокруг начинают, я просто начинаю представлять луга, поля с цветущими разными цветочками, мен, как это красиво, как это классно. Вот Бог так задумал, чтобы люди жили счастливой, полноценной жизнью. И в этом мире, в котором полно зла и насилия, это последнее, что мы должны иметь в нашей среде. Да и вообще там оно не должно даже именоваться. Если мы почитаем Каринфинам, сколько там было заморочек, но даже то, как вот апостол Павел пишет, он много времени посвящает, большой отрезок времени, чтобы рассказать им, как он их сильно любит, какой он, как Бог классный, как он, потом он говорит, ну у вас вот это есть, вот это, нужно искоренить это, нужно вот не делать это. И опять дальше продолжает их наставлять и ободрять. И поэтому, если мы не читаем слово сами и не питаемся им, а ходим и слушаем слово только там раз в неделю или два раза в неделю, то невозможно. Человек питается три раза в день, еще по ходу дела подкусывает, перекусывает. Поэтому, если люди не питаются словом, молодые, если не ищут у Бога ответов на вопросы, решения ситуации, не приучают к этому ни себя, ни детей своих, то это просто как бы все идет к тому, что проблемы могут быть и все. Рано или поздно они проявятся у кого, в какой степени. И кто-то говорит себе, а, у меня еще нормально по сравнению. Да ни в коем случае такого не должно быть. Я не собираюсь терпеть никакого ни насилия, ни унижения. И слава Богу, что мы с мужем научились уже за многие годы, мы искали помощи, мы искали наставников, менторов с самого начала нашей семейной жизни, еще даже до того, как мы поженились, потому что у нас характеры крепкие у обоих, и где-то вроде бы, да, мы покладистые и добрые, но эта покладистость и доброта, она была, ни на чем не базировалась, просто на предположениях какие-то. А, вот если Бог мне дал человека, значит, он будет идеальным, как я ожидаю. Да вообще прямая противоположность был человек. И теперь стоит вопрос, окей, учиться ли мне теперь, как строить жизнь, как строить отношения с человеком, либо мне нужно просто тогда, а, вот все, не сошлось, не то, мне что-то Бог не пойми, что послал, и это просто такой бред. Поэтому нужно быть активными в этой позиции и быть счастливыми. Хочешь расскажу, пару дней назад мы с мужем ездили в поездку, и, ну, это же возможно, два часа едем и возможность поговорить. Знаешь, как женщины, мне кажется, все такие женщины, они любят много говорить. Представь мужика, которому два часа надо тебя слушать. Был момент, когда он мне уже говорит, ты серьезно? Знаешь, пару раз так и смотрю, что он уже вот-вот взорвется, знаешь, и я такая сижу, молчу, он говорит, что молчишь? Я говорю, учусь молчать. А потом уже такая сижу, говорю, ну, у меня опять есть новая мысль, можно я спрашиваю, потому что я замечаю, что мужчина не может переварить все твои вопросы, все твои идеи, а поэтому женщине хочется просто напомнить, любите и берегите своих мужей, не компенсируйте им мозги, по сколько там, ну, как сказать, да, Лид, у вас тоже похоже, ты любишь, ты активно любишь говорить, я активно разговорчивая, вот когда мы, вот это что-то новое, какой-то материал, подготовленная тема, а так вот по жизни мы с мужем очень часто молчим, когда мы просто, например, день плотный был, мы устали, мы коротко спросили, как у тебя, в целом все нормально? Нормально. Мы можем даже молча сидеть, кушать, и потом говорить, ах, спасибо, господи, thank you so much, классная у нас жизнь, у нас есть хорошая еда, мы есть друг у друга, пару слов сказали, ну, что ты хочешь, чьё? Ну, я даже приведу то, что иногда в жизни, может быть, раз в полгода, раз в месяц, мы обговариваем планы, да? Конечно, да, мы обговариваем. Или там, как выплатить долги, или же, как ты хочешь, куда ты хочешь на vacation поехать, да? И для меня, я люблю обговаривать всё по секундам, чтобы я, и я тогда спокойно, а он мне говорит, какая разница, приедем, и там всё решим, а я наоборот, по-другому мыслю, и сидит такой, говорит, какие мы разные с тобой. Мы тоже разные, у меня муж, наоборот, планировщик, а я более спонтанная. Меня раздражает это? Меня иногда раздражают эти детали, кажется, ой, да попроще, ты смотри, а ему так, как же неподготовленный, как же... Это я такая, видишь? Ну, я знаешь, я с годами, наверное, видишь, тоже характеры разные, ты продолжаешь быть такой суперактивной, а мне, ну, спланируем, спланируем, давай планировать, не запланировать, давай не будем планировать, я как-то не знаю. Ростя, очень важно изучать друг друга, если вы живёте вместе, замечайте, что человека раздражает, это не просто что-то повредный, это просто он создан именно таким Богом. Конечно. Я знаю, четыре разных типа людей, да, ну, есть их и больше, но я знаю, есть четыре. Изучать человека, не наступать на то, что болит, не говорить лишнее, если человеку тяжело тебя слушать, знать, когда рот закрыт, знать, когда спросить, знать, когда попросить, и просто помнить о том, что мы не вечны, и очень много людей умирает в наши дни, аварии, просто помнить, что человек рядом с вами, это подарок от Всевышнего, дети наши, подарок от Всевышнего, и любите друг друга, цените, берегите, уважайте, поменьше ссорьтесь, мужья, жены, правильно? Поменьше ссорьтесь и просто наслаждайтесь моментом. Знаешь, я тоже вот буквально пару дней мужу говорю, слушай, говорю, вот у нас сейчас хорошее время, посмотри на моих подруг, мужья умерли, для них сейчас время плачет, кто-то проходит время плачет, и кто-то просто живет и наслаждается, поэтому жизни не происходит, мы должны всегда быть благодарными. Ну что, Лидочка, будем заканчивать, да? Да, знаешь, вот я читала буквально вчера, что как в одни дно, так и будет и в пришествии Иисуса Христа, то есть жизнь всегда будет идти вот так циклично, будет продолжаться, люди будут жениться, выходить замуж, строить дома, вот, создавать семьи, вот, поэтому здесь не нужно нам ждать, ждать, ой, когда же придет избавление, но нужно не избавление от этого ждать, хотя, конечно, мы все ждем, когда будет новое небо и новая земля, на которых обитает правда, но сейчас нам нужно решать сегодняшние вопросы, вот стоит сегодня перед вами вопрос насилия, вот, решайте его сейчас, стоит перед вами вопрос все сейчас, узнавать, кто я есть, узнавайте, кто вы есть, вот это самое важное сегодня, стоит вопрос сейчас влюбляться, влюбиться и строить отношения, готовиться к браку, окей, занимайтесь этим, но при этом не будьте замкнутыми и не старайтесь выходить из, как бы привычной зоны своей, искать помощь там, где вы не ожидали, вот, получить ее, но не, если это вы находите, ищите помощь в той среде, которая вас до этого разрушала, никакой помощи от этого не получите, вот, и хорошей полезной информации, поэтому, может быть, у нас сегодня немножечко такая грустиночка есть в нашей передаче, но мы просто хотим говорить, что это не Божий план, чтобы люди страдали, чтобы люди мучились, вот, и поэтому, к сожалению, Бог в этой ситуации даже ничего не может сделать, потому что ни один человек, ни второй, они не делают то, что Бог от них хочет, чтобы они делали, поэтому Бог предлагает варианты, выходы, но за нами, за нами шаги, за нами решения. Как по словуице говорится, век живи, век учи, будем учиться жить, и мы, я не хочу сказать, Фида, ты как хочешь, но я не хочу сказать, что я умею жить, я все знаю, нет, я точно так учусь каждый день, точно так учусь каждый день, на своих личных ошибках, наблюдаешь со стороны, стараешься, это не просто. Да, с другой стороны, когда ты с Богом ищешь решение вопросов, этот стих, все могу в укрепляющем меня, Иисусе Христе, то есть моя задача находиться в слове, находиться в писании, и тогда все могу, это не то, что у меня перестанут возникать вопросы, а что вот, если возникла ситуация, я ее адресую правильно с позиции писания, я вот в этой ситуации смогу найти выход, я смогу найти решение. Да, когда читаете Библию, там очень много ответов есть на ваши вопросы, потому что есть такие чувства, как качество свирения, любви, терпения, прощения, но также есть и качество самозащиты, и понимания, кто я, и чего я хочу. Нам Любочка пришло написало, да благословит вас Господь. Лидочка, мы получим принимаем благословение. Благодарим, Любочка, благодарим всех, кто нас слушает. Мы будем заканчивать наш эфир, и приглашаем вас присоединиться к нам в это же время, в следующий понедельник, нас, наверное, будет больше, тема будет очень интересная. Друзья, присоединяйтесь, кто может, делитесь этими видео. Если у вас есть женщины, которые страдают в жизни, молодые, пожелые, делитесь, может быть, как-то их Бог поддержит через наши эфиры. Вот с нами Анжелочка, да, она уже постарше, не замужем, и сколько нам рассказывает. Подруга, насилие в семье, подруга, развелась, я ей помогаю, кто-то умирает. И просто, когда ты слышишь, как бы мы постарше, мы меньше общаемся с такими молодыми, да, когда ты слышишь, что ей всего лишь 30 лет, трое детей, ее муж избивает на постоянной основе. Жалко, или же развелась, осталась немного. Жалко, друзья, поэтому, кто может, молитесь вообще о молодых семьях, а кто может, молитесь о нас, Лидая, о служении, открытие сердце, чтобы эти двери, которые Бог открыл для нас четыре года назад, чтобы они никогда не закрылись, чтобы мы могли сеять доброе семья. И кто может, можете поддержать на служении финансово, честно, нуждаемся, потому что надо регулярно за что-то платить, за какие-то сервисы, чтобы Бог помог нам в этом. Мы вас благословляем. Еще раз напоминаем, все наши прошедшие радиопередачи на YouTube-канале Олга Нищенко Служение Открытой Сердце и пожертвовать можно на веб-сайте openheartministryusa.org или же ulganišenka.com и тоже и там, и там есть очень много духовной пищи для души. Линич, спасибо тебе огромное за твое время, за твое улыбление. Пожалуйста. Взаимно, с удовольствием и до следующих встреч. До следующих встреч. С Богом, друзья. Пока. Всем пока.